а сейчас я научу вас готовить один из моих любимых ресторанных десертов мусс из манки поехали первое взбиваем манку в блендере для того чтобы была мелкая текстура и она заваривалась без комочков все есть этого достаточно теперь разогреваем молоко разогреваем молоко и провариваем в нем ваниль с сахаром молоко сахар стручковый ваниль распускаем вдоль достаем семена ванили и кидаем ваниль внутрь провариваем в течение пяти минут далее подготавливаем белый шоколад ломаем его на текстуры теперь пока варится манка мы подаем этот десерт с клюквенным желе мы замачиваем желатин в воде 10 грамм желатина берем пюре из клюквы просто взбивая его в блендере протирать через сито и распускаем на плите добавляя туда желатин главное условие желатин нельзя кипятить желатин нельзя доводить до кипения он теряет свои свойства поэтому мы доводим до кипения клюкву снимаем добавляем желатин и выливаем на гастроемкость так вот мы прогрели от люк выключаем и теперь добавляем сюда желатин и этот желатин здесь распускаем с помощью венчика нужно растительное масло срочно это мы готовим сейчас желе которое мы будем накрывать наш мусс смазываем форму растительным маслом для того чтобы наше желе не а прилипло убираем лишнее масло наливаем желе и убираем в холодильник поехали убираем в тот холодильник все отлично мы видим что наше молоко с ванилью проварилась теперь добавляем туда и завариваем манку очень важно чтобы у нас не образовались комочки хоть мы все равно будем протирать через сито но важно чтобы комочки не образовались для этого мы снимаем с температуры и начинаем всыпать и одновременно очень интенсивно перемешивать для этого мы перемололи манку для того чтобы не образовались комочки постоянно перемешиваем перемешиваем завариваем манку то есть нам нужна текстура как у жидкого кефира вот видите текстура какая после того как она остынет он станет еще более густым поэтому на этом мы больше манку перестаем водить добавляем белый шоколад перемешиваем до полного растворения шоколада и убираем в холодильник для того чтобы полностью охладить затем загружаем в сифон и подаем в тарелку шоколад и ваниль дадут очень интересный вкус похоже на мороженое мы охлаждаем для того чтобы сифон должно попасть уже охлажденная масса так чтобы она держала свою форму здесь весь холод забрали теперь прикладываем сюда продолжаем охлаждать все убираем холодильник на убираем морозилку на минут 10 через 10 минут вернешься пока манка остывает мы делаем шарики из белого шоколада мы делаем шарики из белого шоколада для того чтобы дать текстуру десерту потому что желе у нас будет такую вот плотность давать мусс будет нежный а шарики будут давать некий хруст и поддерживать вкус белого шоколада который находится в манке для этого нам нужно взять белый шоколад растопить добавляем немного молоко белый шоколад растопили и теперь нужно его специальную форму кондитерскую втирать в вовнутрь лишь давай попробуй попробуй повтирай итак проверяем желе так теперь а соус у нас есть клюквенное желе мы это подаем на дно тарелки затем выдавливаем мусс из манки и затем накрываем это опять желе чтобы этот соус также сопровождал наше блюдо и давал нам а вот эту кислинку и сочность он будет балансировать сладость и давать идеальный баланс и так желе застыло тебе нужно достать с холодильника и вот этой формой вырезать а его и принести сюда поехали давай вот готова чек отлично красавчик идеальный размер видите смотрите клак хорошо застыло желе она не резиновая она очень эластична и так смотрите значит как правильно распределить соус по тарелке не используя никаких других элементов смотри мы берем наливаем соус центр так теперь берем тарелку и отстукиваем снизу мы получаем идеальную форму здесь теперь еще расскажу очень важная технология как бы про технику сифона до 1 что дает сифон он под давлением газа выдает нам продукт совсем другой текстуры то есть он делает его воздушным да но у многих шеф-поваров на кухне возникает одна проблема он начинает плеваться да почему это происходит потому что чтобы вы не загружали в сифон какой бы тут текстура не была вы всегда в конце сверху добавляете три столовых ложек жирных сливок что произойдет газ под давлением попадая в сифон образуют эмульгацию то есть там все начинает бурлить и соединяются молекулы жира соединяются с продуктом и тогда они гладко и плавно выходят из сифона значит сначала перегружаем все в пакет как сделать так чтобы не не испачкать сифон и очень удобно поместить продукт в вовнутрь делаем следующим образом теперь срезаем край кондитерского мешка и теперь просто вставляем сюда и все помещаем в сифон есть так и как я говорил в конце добавляем три столовых ложки холодных сливок сверху теперь следующее на литровый сифон всегда добавляем два газовых баллона еще одна ошибка многих шефов которые не добавляют достаточно газа для того чтобы сформировалась нужное давление как вкачать два баллона первый балл мы помещаем сюда и слышим что весь газ попал туда обратно достаем этот баллон уже не нужен мы его бросаем вперед вкачивай тише тише резьбу не сорви а решка о есть все сейчас и не выкручиваем уже все нормально отлично теперь делаем однородно важно все равномерно перемешать теперь проверяем чем с получилось все нормально мы извлекли белый шоколад из нашей формы получили такие прекрасные шарики смотри какие крутые важный момент подаем центр мусс и потом сверху накрываем а это все желе получили великая пышная и нежная шапка теперь накрываем все это нашим клюквенным желе аккуратно дальше берем быстро даем глянец виде как красиво блестит и теперь сверху добавляем шарики из белого шоколада которые дают нам текстуру нашего прекрасного десерта и так друзья воздушный мусс из манки с белым шоколадом клюквенным желе и соусом из клюквы готов так выглядит настоящий ресторанный десерт юля и малхаз узнали мой рецепт ресторанного блюда а если вы цените сладкого заходите на сайт food.ru там вы узнаете все десерта лайфхаки от поваров рецепты и интересные факты ссылка в описании к видео на этом у меня все всем пока